Мой проект называется «Бизнес мечты» и хочу я рассказать о следующем. Дело в том, что существует мой бизнес, который есть сейчас. Есть вопросы, которые меня в жизни волнуют. Я хочу соединить свой бизнес с вопросами, которые меня волнуют, и построить бизнес мечты. Вот об этих двух вещах я бы хотела сейчас рассказать. Почему бизнес? Я бизнесом занимаюсь уже 7 лет. В принципе, по-другому себя не представляю, чтобы я бы где-то работала еще. Ну, просто мне нужна свобода. Хотя мне говорят, что возможно, ты вообще не предпринимаешь. Может быть. Может быть. Может быть очень. Но по-другому я себя пока вообще никак не вижу. Чем мы занимаемся? Наше основное направление – это детские товары. Розничная торговля детскими товарами. За 7 лет наш мир деятельности менялся. Менялись товары, менялось немного направление деятельности. Ну, в общем, это были детские товары. И последняя наша история, последняя наша идеология, которая вытянулась в кризис 2009 года, звучит примерно так. Дело в том, что никакой развивающий кружок не сможет сделать для ребенка то, что могут любящие и заботливые родители. С помощью нашего магазина можно создать дома или на даче развивающую обогащенную основку, которая пробуждает способности и которая развивает ребенка. Начальство я с детского спортивного комплекса, потому что потребность движения – это одна из первейших потребностей ребенка. Далее у нас есть большой выбор развивающих игрушек с помощью музыкальных инструментов и наборов для творчества, которые помогают развивать способности. Ну, и чем старше ребенок становится, тем больше он проводит времени за творческими занятиями. Соответственно, вам обязательно понадобится ортопедическая парта. Ортопедические парты у нас тоже есть. Ну, примерно так звучит. Мне всегда казалось, это хорошая история, классная, вообще здорово. Вот. Но в этом году произошло очередные два катаклизма внешних. И это заставило меня усомниться, что эта история вообще является моей, что мне это нравится, что это мое вообще. И что она не является фальшивой. Потому что... Вот это я очень понимаю. Прям вообще, я честно скажу. Потому что история красивая, кто-то там читает и говорит, да, ну, прикольно, здорово, кто-то обращает внимание в наш магазин. У нас интернет-магазин, плюс выставочный зал, где можно посмотреть все, что в интернет-магазине, все могу посмотреть. И за каждым вопросом, за каждый день я там, ну, общаюсь со своими сотрудниками и с каждым вопросом я понимаю. Но я его спрашиваю, я его прошу сделать это, а смысл? Прошу сделать то, а смысл? И вот это вот мне как бы уже накопилось такое, а смысл вообще? Какой смысл? И такое у меня впечатление, что все-таки мы развивались и работали не ради вот этой нашей идеи, на самом деле, конечно, а ради азарта, который дает рост прибыли, там, рост денег. Как только снова случились два катаклизма, мы уже не можем. Это нас не поддерживает, чтобы преодолевать эти катаклизмы. Не поддерживает настолько. Идея раннего развития, которая вот как бы вот лежала в нашем магазине, она мне не нравится, потому что мне это вообще даже протест вызывает. Развивать ребенка зачем? То есть зачем, какой смысл? Какой смысл вообще учить такого малыша там считать, писать? Зачем это нужно? У нас хорошо там покупают кубики из-за этого. Зачем двухлетнему ребенку читать? Он еще не просит научить его читать. Ему еще это неинтересно, а его уже учат читать. То есть меня там прям вызывает протест. Вот. И я плавно прихожу к тому моменту, как бы что меня волнует вообще. На самом деле дети меня волнуют. Меня не волнует раннее развитие, но дети меня интересуют. И я помню себя в детстве, помню, какой можно испытывать кайф там от игры, там еще там чего-то. И помню, как меня обламывали все время. Все время постоянно обламывали, все время надо идти, что-то из меня строили, что-то из меня делали. И сделали до того, что я уже не понимала, я уже не чувствовала, кто я, что я хочу. И вообще хочу ли я что-то, и могу ли я что-то хотеть. Ну, то есть вообще ничего не чувствую. И сейчас происходит, как ни странно, то же самое. Дети — это самые незащищенные слои населения. Они просто, они в полной зависимости от родителей. Получается такое вот детское рабство, которое меня очень расстраивает. Я хоть не хочу, чтобы мои дети так же росли, как я росла. Я не хочу этого. Я хочу сделать по-другому. Мне не нравятся и школы наши. Сейчас вот мой ребенок пошел в первый класс. Он мне уже научился лицемелить. Он говорит, мама, так здорово в школе было. Так я пятерку получила. То есть он говорит то, что от меня ожидает. А утром мы идем в школу, он плачет. Почему вот он плачет? Понятно. То есть в школе детей учат быть копиями. В школе учат... Ну, то есть с каким-то таким, непонятно кем, врачами, там, учителями, еще там кем-то. Кем-то, кто нужны обществу. А кто нужен самому себе, не учат. Тем, на кого есть заказ управительства. Да, верно. То есть что выгодно править... Это удобно очень, что учат, чтобы ребенок был послушным, чтобы он не весовывался, чтобы строился там, бородясь смирно, там, чтобы спокойно пошел в армию, там, все вот это всему учат. Вот, соответственно, вот этот вопрос... Да не уход, я бы его прописал. И так же меня волнует то, что в школе нет очень важного предмета, такого как искусство жизни, например. Ну, можно его так назвать, искусство жизни. Есть всякую... Я не знаю, психологию это назвать. Психология же это слово мне не очень нравится, потому что это, наверное, только часть того, что важно. Вот, искусство жизни, которое учит понимать себя, чувствовать себя, чувствовать, что ты хочешь. Обретать чувство юмора. Ну, вот всему, то есть как преобразовать свой гнев в любовь. Ну, то есть такие важные вещи, которые необходимы в жизни, в школе не учат. Ну, в детском саду это понятно, тем более. Вот это вопрос, который меня волнует. Соответственно, я хочу подвести свой бизнес под эту идеологию, которая меня действительно волнует. И построить бизнес мечты, которые у меня действительно... Ну, вот эта вот идея, то, что не учат искусству жизни, её и взрослых, в общем-то, не учат. Каждый учится сам. То есть каждый где-то учится сам. Где-то там кто-то в бизнес, там, ещё там что-то. Но не все умеют отличить настоящее от ненастоящего. Вот это, в этом предмете должны быть, должны научить ребёнка отличать настоящее от ненастоящего, от фигней. Вот, в общем, это то, что меня волнует. Это есть мой бизнес. И вопрос, как это соединять. Ну, может быть, тогда к идеальной поддержке мы, может быть, какие-то тебе попробуем... Сейчас услышали вот эти две части. Попробуем тебе сказать, что мы думаем, что можно было бы сделать. Вот, и тогда можно тебя попросить взять листочек и ручку. Что-то записать. А, или меня садится уже, может, выход? Да, может, так, там присед. Можно я первый скажу идею, которая пришла? Ну, может быть, то есть, идея. То есть, это идея, да? Это не означает, что тебе нужно этому следовать. То есть, просто я услышал тебя, и у меня есть что-то, да? То есть, как бы, и в этом смысле я тебе говорю, и мне будет приятно, если ты запишешь то, что я тебе скажу, как идею, а то, как ты ей воспользуешься, к чему это тебя приведёт, ну, то есть, это уже твой, собственно говоря, выбор. Ну, в этом вот смысл идейной поддержки. Вот. Тогда, как бы, сама идея. Может быть, организовать, ну, то есть, продумать этот курс. И, продумав этот курс, сделать его, может быть, это, ну, сейчас такая модная штука, как называется, как тренинги. То есть, может быть, это такой курс на один день, два дня, три дня, может быть, на полгода. И, может быть, если этот курс у тебя появится, то тогда начинать его по-разному предлагать. Ну, то есть, его можно проводить за деньги, как тренинг, и тогда в этом смысле это бизнес и ты будешь давать то что ты то что для тебя важно обучая вот этому предмету вот такая у меня как бы первая идея вот это я уже не думал я бы хотела чтобы мои дети не жили как автоматы и не учились как автоматы идея номер два свою школу открыть собственно говоря то есть открыть свою школу по вот как раз таким воспитанием детей которая которая вот вот то как ты хочешь иди номер три поискать уже открытую такую школу потому что наверняка это как бы особый вид и подход людей но вообще к жизни и подходу воспитания ребенка и такие школы наверняка есть если такие школы наверняка есть то тогда они ищут преподавателей и либо кого-то либо что ты может быть присоединиться туда и предложить там какие-то свою свою вот как бы помощь или свою работу а зачем если бы я немножко чувствовала понимала и понимаешь что роддом для меня но дело в том что например то что говоришь вот эти идеи они связаны близко к красным людям которые идею домашних родов нет я вообще не совсем в числом виде но элемент я знаю людей которые как раз занимаются и началом продолжения но так вот число есть вообще даже не школа есть сообщества но я уже много-много уже много мы уже встречаем нас есть клуб вообще школа будущего и один из членов клуба директор реальной школы наше яйцо я живу в мельцовке директор школы наш один из членов клуба один который зашла самый-самый одна 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 одним из первых кто поддержал идею создания клуба еще два с года тому назад женщинам еще один человек зенина наталья владимировна директор нашей сегодняшней яйцовской школы допустим и у нас было много вот формат нового образования формат нового образования то вопрос который сейчас волнует у очень очень многих и многих он волнует многих то есть и наверняка есть сообщества или люди которые и уже двигаются по направлению что-то делают вот и может быть поискать эти сообщества прям ну прям конкретно поискать их найти их посмотреть чем они занимаются и в этот момент там родится понимание чтобы тебе мне тоже кажется что тебе закрывать свой бизнес или как-то его модернизировать под те мысли которые у тебя рождаются да мне кажется это скорее какой-то отдельный какой-то как бы отдельный дополняющий продукт как объяснить то есть да то есть это как некий курс может как даже к расширению как научиться понимать своего ребенка развивать его то есть вот такая мысль у меня возникла вот как бы ну как как название что ли да и ты можешь это предлагать как дополнительную как бы услугу для своих клиентов то есть ты не можешь их заставить родителей покупать именно то что хочет их ребенок да но ты можешь им как бы помочь слушать своего ребенка уже на каких-то ранних стадиях вот и ты можешь это либо как сильно за деньги предлагать либо как вот какой-то дополнительный продукт который опять же будет стимулирует твой основной бизнес и при этом ты как бы развиваешь свою потребность тема очень близко почему потому что я сам заканчивал 130 школу изменяя видели какого-то супер гения вот в итоге очень много там внутри у меня было сломано и общем это да и не получился конечно самородок но все просто было против того что пытались меня ну так скажем родители запихать вот и почему я скажу а вот тут я кстати идея на поддержку сейчас подкидываю абсолютно точно было сказано что в два года не нужно ему давать вот это вот тренироваться да вот это вот то есть идея хорошая но там просто либо нужно возраста поменять чуть ну понятно да отодвинуть либо это зависимости от индивидов есть да действительно маленький которому это уже надо но есть дети которым это не надо то есть это нужно как-то или через психолог или еще как-то так вот то есть приходит да с клиентами именно чтобы с ребенком за пришел да и нужно определить начале этого ребенка вот а потом уже соответственно давать это во первых во вторых то есть я бы возраста немножко бы отодвинулся ровно чуть-чуть но имеется постарше да второй момент может быть как-то и продукцию изменил потому что не всем нужно действительно вот эти вот понятно да там кубики зайцева или эти тренажеры там и так далее может быть что-то иное то есть может быть как-то или расширил бы контент но сам то продукцию да так скажем ассортимент что-то еще туда не бил то есть что ну что то что еще может быть нужно то есть если конкретики не даю просто это как бы идея такая понятно нужно ее подумать вот ну вот в принципе вся такая вот идея и самое главное вот я говорю чтобы не калечить ребенка это нужно каким-то образом определяет так скажем маленького до человечка что ему подходит не вот и все можно ну так дискуссии самом деле если родитель пришел и он строго нацелена кубики зайца он есть у тебя а собственно если ты хочешь взять эти деньги на развитие ну других направлений чтобы у тех родителей которые ищут было куда обратиться да и то имеет смысл не отказываться от кубиков зайцева все равно если он хочет кубики зайцева если он будет все для себя покупать есть же родители которые воспитывают детей а если родители которые делают лететь такими вот но с другой стороны если этот человек пришел намерением и какая-то информация к нему как зерно в мозг закралась он может быть в следующий раз задумывается и пойти постепенно может насчет меня свою позицию кривил кошки то есть чем шире твой охват немножко закончить потом с удовольствием чем шире твой охвата тем тем эффективнее ты можешь исполнить свою мечту то есть надо отказываться да и в одну сторону и другую вот и может быть такая как вот немножко лозунг это супермаркет детского развития родители с разными там с уровнем понимания детей там нет или они могли приобрести у тебя и взять и в том числе родители которые ищут для них тоже вот хотя упор делать на них и консультации по чем гранать на тех хорошо брал свое время когда начинала появляться они вели консультанта по малышному которые широко знают психологи да и которые вот будут пришел из-за кубиками зайцева а ушел с тем что нужно будет ребенку вот это вот так я дополнить немножко бывает так что родители еще то как они самовнутри не реализовались они начинают это пихать дети вот типичный пример потому что они начинают как бы может быть исправлять свои ошибки там бывает очень много и это это не не понимать насколько это просто они ломают это просто грустная со мной ребенка потому что ему нафиг это не надо хочет по-своему двигаться хочет идти своим путем и потом на него просто как на верблюда это повесят пока он это все вытерпит и в свой уже так скажем но тут однозначно тут нужен именно консультанты которые должны определить что нужно ребенку и что именно подойдет да путем от этих каких-то я не говорю сейчас конкретно да айкью вот это да там и так далее а просто побеседовав как бы просто пообщавшись я думаю что тут работали здесь меньше чтобы определять и советовать родителям и работать с родителями чтобы они услышали совет устроители могут быть настолько вот да просто я вам сейчас пример могу какой привести вот я 130 закончил школа мне классно понравилась класс все до свидания просто я был там просто каким-то изгоем то есть настолько там все были эти снова вы такие ну понятно да вот эти вот эти самые академики дети хитрые которые меня все время выгодались там как-то это самое сапно там это а в итоге я сейчас ты сын академиков академика и бабушка свой академик да там и вообще-то и более того они начинали там это все это то есть а сама школа то есть американцы приезжает огромный импульс не английского которого поэтому понимаете тут вот как раз вот психика это очень тонкий момент ребенка и вот это вот то есть нужен именно специалист который будет как-то определять что ну что ж 20 минут у нас завершились и в конце мы что вот прямо сейчас что было для тебя ценного вот сейчас за эти 20 минут вот слышать вашу реакцию как бы вашу поддержку во первых то есть я почувствовал это вот ну интересно ну с этими надо подумать то есть это конечно мне все разумеется входило много чего в голову вот надо думать вот от себя я немножко еще добавлю вообще спасибо что вы такой есть на самом деле потому что я первый раз вижу такого человека который вообще об этом задумывается и понимаете это каждому близко на самом деле и давайте поблагодарим Татьяну за твое выступление т.е. на Commonwealth на самом деле ну я авт так Продолжение следует...